В эфире на Вести ФМ-103, Дагестанское радио. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие друзья. Эту четверть часа начинаю с цитаты из выступления директора по развитию цифровых технологий ПАО Ростелеком Леонида Новожилова на молодежном бите. Ну, как у всякого развития, и здесь три стороны. Условно говоря, стороны, высоту, в глубину. Развитие ширь может нам продемонстрировать член Совета художников России Амирхан Магомедов. Сегодня, когда, можно сказать, появилось много таких моментов в жизни, изменилось, и информационные больше, электронные и так далее. Сегодня можно любому молодому человеку, когда говоришь ему, это так делай, ходи в библиотеку, занимайся, источники, оттуда можно. Они берут интернет прямо оттуда же. Вот наши художники, даже вот я приезжал как руководитель, в качестве студентами на плене, художник Рябина Забагутин. Вот они что делают? Даже они фотографировались, идут себе туда, значит, в общежитие, где мы жили, и оттуда с телефона копируют это все. Ну, настолько вот такие возможности сегодня появились. Другая классификация трех ракурсов развития – физическое, интеллектуальное, духовное. Как заметил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлам, технологии со скоростью проникают и в церковную среду, переплетая религиозную культуру со светской. И сейчас мы много говорим о просвещении, мы много говорим об образовании. Мы желаем, чтобы наши дети, наши юноши, они воспитывались в лучших традициях – нравственных, духовных. Сейчас наступило время новых технологий, появились различные информационные технологии. Это интернет, мы видим, что много гаджетов всяких, телефоны, через которые люди получают много информации. Информации самой различной, которая действует на нас, невзирая на то, желаем ли мы это действие или нет. Если мы получили информацию, то наш ум ее перерабатывает. Он эту информацию сообщает нашему сердцу, нашей душе. И от этого рождаются в человеке различные образы, желания и стремления. Федеральный проект «Код будущего» продолжается и в 2024 году. Эти курсы для школьников, организованные Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций России, возможность изучить современные языки программирования. Языки программирования помогают разрабатывать инструменты для проведения анализа уязвимостей и защиты информации. Специалисты выделяют три ракурса безопасности – оградительные меры, профилактика и созидание. «Кибербезопасность – это не только технические меры, но и обучение и повышение осведомленности пользователей», заметил астроном-писатель-педагог Клиффорд Столл. «Главная задача информационной безопасности – защита конфиденциальности данных, управление рисками». Таких специалистов готовит Дагестанский государственный технический университет. Будущая профессия студента факультета компьютерных технологий и энергетики Керима Керимова – информационная безопасность. Керим, это твой собственный выбор или ввеление времени? У меня брат учился тоже в политехническом университете и, можно сказать, по его стопам пошел. У него было другое направление, но тоже в этой сфере. Ну, я так думаю, что информационная безопасность – это вот из всех профессий и технологий – самая широкая, потому что оно имеет отношение ко всем направлениям. Без безопасности нет, наверное, не существует никакая компьютерная программа. Твоя специальность будет касаться всех их? Вообще, как бы направление информационной безопасности, мне кажется, оно везде нужно, потому что информация сейчас везде применяется, да, вот, и бывает так, что… Доступ к информации, наверное, не всем положен. Да, 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 конечно. И это надо хранять, эту информацию, и это зависит от таких специалистов, как вы в будущем. Но вы уже специализируетесь узко или пока еще общие… Пока общие, да, у нас очень много таких предметов общих, там, как философия, там, культурология, да. Пока, думаю, на третьем-четвертом курсе уже будет более узкое такое. Ну, цифры сейчас проникают и в гуманитарные науки, и философию, и везде. А как вот ты представляешь в будущем, в какой области будешь работать? Сейчас специалисты по информационной безопасности нужны везде, где пользуются какой-то информацией, то есть, получается, где какие-то данные хранятся. Это может быть где-то в больницах, в школах. Ну, вот тебе ближе что? Вот в больницах? Какое министерство, скажем? Какое вот направление ближе? Где информацию? Где больше о безопасности ее беспокоиться? Ну, я не думаю, что это принципиально важно, в какой именно. Я думаю, вот все профессии нужны и важны. Принципы одни и те же везде, да? Работают. А вот у вас, наверное, на курсе, в инфо-вакультете проходят различные конкурсы. Я очень много участвовал, когда учился в школе. Да, постоянно меня забирали на какие-то мероприятия. Я там был ведущим на мероприятиях, участвовал в разных конкурсах. Брат уже окончил и работает в специальности? Да, он работает системным администратором в фонде медицинского страхования. Там, кстати, тоже есть целая группа отдела информационной безопасности. Ну, вот вы в общении с братом. На какие темы говорите? Вообще с братом можно обсуждать все. То есть это жизненные темы. Если по профессии, так мы особо о работе не говорим. Про жизненные ситуации, можно сказать, что происходит в мире. В школе тоже информатика была. Информатика, да. То есть я сдавал экзамены. Это информатика, профильная математика, русский язык. На эту тему, наверное, сочинение не пишут. Информатика в будущем. Но сам-то, наверное, размышляешь о том, в будущем как это будет выглядеть. Глобально все займет? Или останутся какие-нибудь щели, где не востребовано? Ну, уже мы переходим к такому этапу, когда уже все автоматизируется. Поэтому, думаю, информатика уже в таких областях применяется, в которых раньше даже никто подумать не мог, да? Ну, допустим, раньше у нас как книги были просто. То есть информацию мы искали в библиотеке, ходили, да? Теперь можем, сидя дома, найти любую информацию, которая нам нужна. Можем поговорить с человеком, который находится на другом континенте, да? Раньше никто об этом даже додуматься не мог, что вот такое возможно. Что можно разговаривать сразу с людьми, с людьми, которых находятся в разных частях мира. А в голову не приходят? На разных планетах в будущем, нет? Возможно, есть, но какие-то существа тоже, наверное. В мире, говорят, есть такая цифра, около двух миллионов потребностей вот именно в информационной безопасности специалистах. Устроиться на работу, как ты думаешь, будет просто? Ну, думаю, они сейчас более чем востребованы. То есть, думаю, что в Дагестане это, ну... А в Дагестане, наверное, больше востребованности. Ну, да. Потому что специальная подготовка только на вашем факультете? Практики тоже, конечно, еще не было, да? Практика была, но она была в самом университете, там. Чуть помогали мы в этой области. В своей области? Ну, да, конечно. А вот отношение руководства факультета к вашим студентам считают вас специалистами будущего? Ну, это каждое индивидуальное, я думаю, там. Есть учителя разные, и это везде так, да? Вот. И замечательные преподаватели, которые прям горят желанием обучить студентов своих и видят, что вот студенты, они стремятся тоже. Ну, не все, конечно, да. Потому что действительно, то есть, будущее, да. А у вас мало ли на курсе? Меняется, честно сказать. Постоянно менялось. Это число где-то 16, по-моему, 18 человек. И в основном мальчишки? Да, у нас одна девочка, все остальные мальчики. Ну, и девочка как, не отстает от вас? Ну, девочка тоже, да. Я тоже выбрала. Да, спасибо, Кирилл. Пожалуйста. Профессионалы в постоянном поиске и сотрудничестве. Кибербезопасность – это не статический процесс, а динамический. Мы должны постоянно обновлять свои знания и меры защиты. Кирим Киримов согласен с автором книги «Яйцо кукушки» или «Преследуя шпиона в компьютерном лабиринте» Клиффордом Столом, работавшим системным администратором. И с директором по развитию цифровых технологий Ростелекома Леонидом Новожиловым. Вопрос дефицита зрелых IT-кадров, он стоит всегда. И поэтому мы системно работаем с тем, как сделать Ростелеком привлекательной командой компании для айтишников. И как на самом деле не зависеть от реалий рынка, от тех зарплат, которые на нем существуют. Потому что не всегда мы можем себе позволить конкурировать с нашими финтех-партнерами или конкурентами, я имею в виду по зарплатам за талантливых айтишников. Поэтому у нас есть серьезный фокус на внутреннюю акселерацию. При этом у нас долгое время мы создавали школы обучения, учась работать и втягивать в рабочий процесс самых молодых специалистов, стажеров, выпускников вузов и докачивая их до уровня, то, что называется там джунов, когда они являются начинающими специалистами, но уже способными приносить пользу внутрь своих команд. Вот последние несколько лет мы концентрируемся на следующем этапе акселерации внутренней сотрудников IT, это когда мы из джунов ускоренно растим их в мидлов, ну и выше. Потому что, собственно говоря, мидл-разработчики или среднего уровня, они являются основой любой продуктовой команды, они гарантируют скорость и производительность этих самых IT-шных команд и гарантируют выпуск продукта на рынок или внутри с теми темпами, которые ожидает наш бизнес-сегмент. Субтитры создавал DimaTorzok